Всем привет дорогие друзья! Собственно из Киевшоватова у нас жесткий диск никак не реагирует и не раскручивается и не щелкает вообще никак, нужно с него вытащить данные у нас должно быть то чтобы пить и сотка давайте посмотрим на первое включение, потому что у него контакты все равно позолоченные подключаем, включаем да действительно никаких реакций нету давайте посмотрим что там с платой и так ребят позвонил клиент попросил срочно-присрочно ему это все сделать поэтому я уже отправил ему мы уже с клиентом рассчитались и клиент доволен рассказываю все что я делал по порядку собственно было установлено что данный жесткий диск подключался к телевизору как правило очень часто бывает когда подключаешь к телеку жесткие диски летят не знаю с чем это связано может быть плохие кабеля может быть не удосужились поставить защиту на usb гнездо в телевизоре в самом но такое я встречаю сплошь и рядом начав прозванивать здесь как она располагается вот процессор вот память наша а вот отвечает за сам двигатель то есть но и здесь собственно вот сам двигатель здесь сбоку почти сверху и собственно чтобы было побыстрее я взял плату платы есть наличие заменил bios диск завелся но не запустился стал смотреть bios bios пустой что я сделал я у себя в базе у меня есть определенная база по прошивкам нашел практически такой же брата близнеца слава богу был и залил туда прошивку то есть чтобы совпадал паспорт очень важно то есть они выпускаются сериями малыми жесткие диски и если вы берете с одной серии это грубо говоря знаете что было проще понять это похоже на то как мы берем оперативку парой то есть продаются сразу дуплеты да которые были выпущены там даже по серийному номеру там у одного цифра 3 у другого цифры 4 да то же самое жесткими дисками очень большая вероятность того что подойдет совпадут паспорта это у жестких дисков с одной вообще серии здесь чисто человеку повезло что не пришлось редактировать паспорт в паспорте там месяц на головы цилиндры сектора вообще вся операция адаптивы самые разные находится грубо говоря зашил завелась все классно единственное что я сразу с него инфу слил отформатировал и залил обратно инфу для чего это это для того для самоуспокоения что уже полностью отформатированы все чтобы если где-то был бы сбой то в момент форматирования или в момент очистки или чего-то то жесткий диск вы мог полететь то есть иногда паспорта совпадают иногда можно снять инфу а дальше жесткий диск превращается грубо говоря в кирпич в такую незаписываемую флешку точнее даже не в кирпич короче то есть считывать с него можно дописывать или что-то изменять нельзя вот то есть чтобы убедиться в том что жесткий диск нормальный я с него слил инфу и потом его по отформатировал то есть все нормально все классно эту плату я еще не проверял но у меня таких плат еще много но скорее всего может быть кстати телек как источник статики может статика их всех убивает может быть на ней кранированные там шнуры я не знаю но очень много вот напишите в комментах слышали ли вы то что когда жесткий диск подключает к телеку он дохнет в общем покопаясь поковыряюсь с этой платой такое видео немножко скомканное получилось ну я надеюсь вы поняли сам посыл что да кстати вы можете спросить это ты классный чувак у тебя большая база данных а нам что делать я вам скажу есть сайт ссылочка будет в описании с огромной базы данных прошивок естественно на платной основе но вы можете покупать их там и будет у вас тоже своя база ну естественно вы же делаете допустим восстановление данных не за бесплатно ну то есть обговаривать с клиентом этот вопрос говорите там если бывают да и очень важно проверять дата шиты по прошивкам чтобы не попасть в просак потому что некоторые особенно в дешке любят ставить не перезаписываемые флешки или флешки которые при стирании сама сама выпиливаются есть флешки защищенные от записи есть флешки одноразовые в общем главное тут не промазать что вы сотрете флешку а записать на нее потом ничего не сможете поэтому вас под рукой всегда должна быть флешки там на 24 мегабайт 1 мегабайт 512 килобайт в принципе вот 512 до 4 мегабайт будет достаточно для большинства жестких дисков там основном используется 12 мегабайта в общем смотрите обязательно по дата шиту обязательно проверяйте перед тем как работать с флешками обязательно сохраняйте родной дамп что еще сказать в общем удачи вам ребят держитесь там на карантине не болейте пока пока